Тут в чем проблема? Врем много. Например, мы не знаем, что происходит, а делаем вид, что знаем. Сочиняем всякую чепуху, врем себе и окружающим. А вот Иисус не так. Вокруг народ, разинули рты, ожидают для себя разрешения проблем. У них вся жизнь, как у нас, проблемы, 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 болезни, безработица, нищета, дети непослушные, власти бездушные, нигде нет правды, жизнь тупик. Беспросветная тьма. И вот они к Иисусу, к Сыну Божьему. Руки протягивают, в глазах слезы и надежда. Сейчас откроется небо и просыплется благодать. И заживем. Иисус взглянул, как светом тьму раздвинул, вот уже полилась благодать. Аж привстали все, ну, чтобы ухватить побольше. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И вот тут возникает невероятное. Иисус нисколько не унизил нищенствующих. Иисус не пообещал никаких благ в их скудную жизнь. Он их скудость и нищету назвал блаженством. И вот что важно, это вообще открытие явления превосходнейшего порядка. Нет земных богатств. Нет преимуществ в земных царствах. Нет уважения сильных земли. Вы нищие, вы духовно пусты. Царство Небесное принадлежит вам. До сих пор не усвоили, ломая руки и ноги, травим души, ближних топчем в страсти превосходства, обогащения. Но не модно быть нищим, даже стыдно. И позорно быть нищим. А Иисус говорит, блаженны нищие духом. Слышь? А в чем блаженство? А в том, что в сердце нищего духом нет гордости, нет превозношения, нет надменности. И в том еще блаженство, что, осознав свою духовную нищету, мы ведь возжелаем обогатиться духовными дарами. А они духовные дары только у Бога. И все дары духовные, благодатные, дают истинное блаженство. Субтитры создавал DimaTorzok